Привет, друзья! Сегодня я вам покажу тренировку по стрейчингу. Я много раз говорил о том, что каждый из вас должен заниматься стрейчингом хотя бы дважды в неделю. Вот сегодня я покажу, как я занимаюсь стрейчингом 3-4 раза в неделю. А впереди я планирую сделать специальные серии стрейчинг для пловцов и стрейчинг для восстановления мышц ног после марафона. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь своих друзей и самое главное, пишите в комментариях свои вопросы. Может быть мы что-то сможем добавить для вас специально, то, что вам нравится, то, что вам нужно. Оля посмотрела выпуск, где я вам рассказываю о том, что надо делать стрейчинг каждый день. Написала мне смс, когда мы продолжим. Мы на самом деле когда-то занимались, это было летом, в прошлом даже, в прошлом. И мы возобновили быстро, эффективно и сразу вот уже третий раз. А сегодня Ваня был вместе со мной утром на съемках, говорит, что еще будем снять. Я говорю, давай снимем Олю, как она меня тянет, мучает. Олю не надо предупреждать о съемках, она всегда прекрасно выглядит. Оля молодец, потому что бросилась в пучину разврата, организовала свой, сняла свое помещение и организовала свой бизнес. Называется она Лое. Лысинка Ольга Евгеньевна. Все верно. Окей, начинаем. Как всегда делаем вдох, пятки давят в пол, максимальное вытяжение и выдох, наклон вниз спокойно. Руки на станок, кисти расслабляем. Оля, а какая структура людей, которые ходят на стрейчинг? Сколько женщин, сколько мужчин? Ну, мужчины ходят в основном тем, кому это надо для профессиональной деятельности. Какие-то профессиональные спортсмены. Беринчик ходит. Беринчик? Да. Вот, который сейчас участвует на танцах. Можно в танцах с зерками. Да. Потом, не знаю, можно ли называть другие имена. Но ходят в основном спортсмены, боксеры, очень много разных ребят, которые занимаются боксом, футболисты ходят. Но больше девушек, также есть дети. Выдох. У тебя по детям такие попсовенькие группы, да? Для правильного развития ребенка. Никто не говорит о профессиональном спорте. Те, которые приезжают на Мерседесах с водителем. Да? Нет, у нас формат еще есть. На БМВ еще приезжают. Семейных тренировок. В то время, когда мама тренируется функциональному тренингу, в это время, чтобы ребенок был чем-то занят, он занимается веселой гимнастикой, акробатикой и растяжкой. Сгибаем поочередно правое и левое колено, пятка прижата к полу. Так, раз, два. Ходят на самом деле целыми семьями. Но мужчины почему-то, когда они одни, им дискомфортно. Поэтому на выходные дни, мы называем family days, приходят мужья с женами, либо пары. И отлично проводят вместе свой досуг. А как ты пришла к этому? На самом деле, тренирую я 16 лет. Я не знаю, сколько тебе на самом деле. У тебя такой возраст. Мне сейчас 27. Да, вот я хотел, языка сорвала. Я думал сказать 25 плюс минус 2. Ну так, приукрасить, да, через круглую спину. Поднимаемся, плечи назад, грудь вперед. Делаем вдох и на выдохе пятки прижаты. Плечи назад, грудь вперед, локти прямые. Так вот, с 16 лет я тренирую. Начинала я с детей, с маленьких групп, с аренды зала за 35 гривен в час. И садила девчонок на шпагат. Снова делаем вдох. После чего с 18 лет я начала летать по контрактам, по разным странам. А по контрактам, в смысле по контрактам? Как воздушная гимнастка. Участвовала в разных шоу в Макао, в Драгоне, в Германии работала 3 года, Канада, Лондон. Что нужно делать, чтобы не хватали судороги? Магний пить. Пьем? Знаешь, почему магний надо пить? Потому что магний выходит, когда человек какает. Если он бегает, он много какает. Много хватает судороги, да? Магния не хватает, как следствие. По степени деревянности, как бы ты оценила мою степень деревянности? По пятибалльной шкале? Пять? Нет, есть... Еще более деревянное? Куда развиваться. На самом деле мышцы, суставы поддаются. Но дело даже не в теле, а дело в самом человеке. Насколько он готов меняться, улучшаться и разрабатывать свое тело. Трансформация. Да. Многие говорят, у многих большой потенциал, но есть лень. На самом деле такой симптом у всех гимнастов. Ну, ты долго не можешь находиться в одном положении. Если ты едешь, либо сидишь, тебе постоянно надо свое тело запускать в жизни, кислород в него. Кладем... Ставим точнее правую ногу напротив левого бедра. Делаем вдох и на выдохе перекатик. Раз. Но стараемся сильно не падать сюда, а оставаться на левой ноге, только работать правой. А какие бывают задачи у стретчинга? Ну, ты говоришь, у всех разные задачи. Конечно, разные пожелания. Кто-то приходит за здоровьем, за тем, чтобы наконец-то в 40 лет, либо в 30 лет наполнить свое тело мобильными суставами, с свободными движениями, с большой амплитудой, эластичностью, гибкостью. Ну, на самом деле, растяжка никогда ни для кого не делала никаких минусов. Спускаем ногу. Потому что, ну, в первую очередь, это красивая осанка, красивая подача, хороший сон, улучшение кровообращения. И много разных... Много вина на ночь, и вообще сон становится очень идеальным. Садимся на ягодицы, ноги вперед. Кто-то приходит удивить друзей, знакомых какими-то трюками, какими-то элементами. Кто-то приходит научиться чему-то новому. Это что касается воздушного оборудования, попробовать что-то новое. Кто-то приходит за тонусом мышечным. Ну, вот самый плохой месяц у тебя бывают минусы? Слава богу, минуса еще не было. Ну, а сколько зарабатываешь в плохой месяц? Ну, я думаю, что такой месяц прям впереди, потому что все равно все я впускаю в оборот. Что это значит? Ну, что-то чем-то совершенствую. Устраивала там девичники какие-то, ну, которые затратные, не больше для того, чтобы сдружить как-то клиентов. Я выходила в ноль при самом плохом месяце. Я не зарабатывала ничего, я выходила в ноль. А тебе не обидно, вот, лупашешь целый месяц? Вообще нет. Во-первых, первое, я занимаюсь то, что, то, чем я живу всю жизнь. Я в спорте, и мне нравится, мне нравится, как помогать людям, которым действительно нужна помощь. Либо просто я всегда... Мне приятно даже услышать просто спасибо. Либо когда люди искренне пишут хорошие отзывы какие-то. Ты самым занимаешься? Есть человек, который работает, но что-то мне... Не нравится его работать? Да. Не нравится. Что ты ему платишь? Сначала платила 10 тысяч. Выгони его. А? Выгони его. А потом 6. Сегодня выгони его. Но это только инстаграм, который... Выгони его, выгони его. Я смотрел на твои страницы, выгони его. Ну хорошо, а за сколько мне реально сесть в шпагат? Вот сегодня проверим. Сейчас мы дойдем до гамака еще. Сейчас к нему как раз переходим. Разомнем хорошо паховые мышцы перед шпагатом. Переходим? Три позиции. Первая. Под коленом. Накат. Вторая. С выпрямлением колена. И третья. С прямой ножкой. Ну а какие ты еще выпуски смотрела, кроме... Кроме того, когда я говорю, что надо делать стрейчем два раза в неделю? Два раза в неделю, да. Я смотрела про ягодинское. Хочу развеять миф о том, что продукция, которую мы покупаем в супермаркете, это нечто химическое. Мы сегодня были на ягодинском молокозаводе. И потом стала на подсознании почему-то покупать только ягодинское. Потом смотрела, очень мне было интересно, все ваши восхождения на Эльбрус, когда вы поднимались. Я первый раз пошел в горы. Я планировал, так сказать, я ка пяти годами. Чуть начал раньше. Вот отсюда мы уже будем штурмовать Эльбрус. А в детстве же на акробатику ты делал? Раз, два, три. Ходила с трех лет на акробатику. Потом мне добавили танцы. Цирковая студия. Потом в шесть лет еще было канфу. Музыкальная школа. Вот в этот момент, если не доспать, то можно заснуть. Вдох. Поднимаемся вверх. Да, прогибаемся назад максимально. Руки по полотну, по полотну. Прогибаемся назад. Вот туда. Вот. Отлично. Локти прямые. Дышим спокойно. У меня, кстати, в воскресенье первый урок брейка уже. Класс. Для брейка нужны шпагаты, чтобы хорошо вертушки делать. Все, я спать, мне не трогать. Пять, четыре, три. Остаемся расслабиться. Два, один. Отлично. Плечи назад, грудь вперед. Не лежим на станке. Вот так, вот так держимся. О, десять, девять. Ваня, ты я смотрю, больше, все больше снимаешь Ольгу и Евгену сзади. Колено смотрит в пол. Пол, разворачиваем, разворачиваем. Вот так. И едем. И снова у нас не так, а на пяточке упор. Ближе к станку. И просто вдоль переход на пятки и спокойно садимся. Делаем вдох. Колено сильно-сильно. Тянуть носок на себя. Выдох. Вниз. И носок на себя. Четыре. Вдох-выдох. Пять. И шесть. Еще. Семь. Садимся. Да. Могу сказать, что мне после марафона меня спасает растяжка. Два часа в самолете я тянусь. И у меня на следующий день крипатуры нет. Да, пока лечу, два часа тянусь. Где, в проходе? Да. Или сидя? Нет, в проходе. Класс. Проходе. Все равно нечего делать. Я тянусь по-разному. Все вспоминаю, все из подсознания, все, что, все, что. Я выхожу без крипатуры. А люди наши присоединяются? А бывает так, что с трудом поднимаешься по трапу. Ну, такое бывает. Особенно на медленных марафонах, когда я с кем-то бегу. Поэтому растяжка это круто. Я даже считаю, что она во многих вещах заменяет массаж. Ну, массаж просто это более пассивно, легкий. Ну, да, для линии. Приходите к Оле и делайте растяжку каждый день. Каждый день. Ваня, когда ты бегать начинаешь.